Служить не тужить в этом уверен после встречи с кадровыми офицерами российской армии девятиклассник Роман Филимонов. А еще вчера он сомневался, стоит ли вообще идти в армию. Теперь молодой человек решил готовиться к службе, записавшись в патриотический клуб. Ветераны рассказали все очень четко, понятно и немного даже появилась мотивация пойти в армию. Владимир Касимцев спит и видит себя армейским медиком в школе, налегает на химию и биологию. После госэкзамена планирует поступить в медуниверситет, а получив диплом врача, примерить на себе погоны младшего лейтенанта российской армии. Это будет помогать налаживать отношения с любыми людьми, абсолютно любыми. Также это будет приближать к таким условиям, в которые может попасть абсолютно любой человек. А значит это, ну, можно назовем это так, выживанием. Потому что экстремальные ситуации были, есть и будут у всех всегда. И умение их преодолевать, и ориентироваться, и не терять голову, это всегда полезно. Встречи военных комиссаров, ветеранов и героев локальных войн с самарской молодежью призывного возраста проходят регулярно. Офицеры рассказывают о буднях армейской жизни. И о тех проблемах, которые могут возникнуть у молодого человека, если он откосил от армии. Закон регулирует тот вопрос, который называется непрохождение военной службы, не имея на то законных оснований. Кто-то в дальнейшем вместо военного билета получит справку формы 1У. Этот документ будет серьезным препятствием в дальнейшем трудоустройстве. А почему бы не пойти, почему бы не служить. На войну никого не отправят, так сказать, в район боевых. А подготовят, подготовят соответствующим образом. Записаться в армию можно дважды в год в осенний и весенний призыв. План военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары всего 250 новобранцев. Он выполняется. В последнее время у клонистов стало намного меньше. А срочники, зачастую после дембеля, уходят служить по контракту. Благо, зарплата выше, чем на гражданке. Существуют социальные льготы. А после определенного срока службы государство обеспечивает квартирами. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok